ребят всем привет привет из китая из китая вы на канале лавай сегодня выпуск уличная еда 5 ребята вам так нравится уличная еда у нас на канале это самые просматриваемые видео один выпуск набрал 350 тысяч до 100 около того 320 тысяч до больше 300 тысяч просмотров один выпуск набрал нам кажется что вам это очень нравится если это так поставьте лайк сегодня мы с вами познакомимся с барбекю барбекю по-китайски называется шао као сейчас в общем в поисках такой кухни не то чтобы мы в поисках этой еды на самом деле она есть везде шао као стоят на каждом углу и мы сейчас пойдем мы вам покажем как это выглядит просто мы идем определенное место там более-менее так чисто данная кухня начинает работать примерно с 6 часов вечера выгоняет свои эти мангалы большие ставят эти вентиляторы промышленные такие железные копченые все зажигает свои угли раскаляет заманивает людей чтобы дымок шел прямо на людей и начинает жарить тут не устоять такой запах стоит на всю улицу ребят вот так китае всегда в любое время суток когда вот и не вышел на улицу везде абсолютно пахнет едой это булочками да кстати какими-то фруктами вот здесь так интересненько посмотрите вот это кафе она давно уже кстати работает и она прям так сильно разрослось я смотрю они естественно занимают тротуар занимают потому что у них то место очень мало вот эту блюда попробовать они в общем берут такой котел под него кидают угли вон они жарят доставит ставят на угли и кушают прям с этого котелка интересно попробовать как-нибудь но у нас сегодня уличная еда тоже можно приравнять к уличной еде здесь прям тоже готовят парят варят смотрите здесь раки раки с пивом очень дело это вкусно конечно я круче наверное халяльки еще ни разу не видел гуанчжоу здесь буквально вот недавно с полгода наверно был ремонт и сделали да это мангал представляете сделали такой шикарный ремонт здесь вообще круто здесь они баранов забивают прямо вот здесь на этом на эту штуку и не он вешает массажный салон смотрите я пошел массаж делать если вам кстати интересно мы можем принципе сделать отдельный ролик про массажный салон взять с собой камеру пойти поделать массаж поснимаем сколько стоит как примерно происходит процедура насколько хватает и заказ чтобы зайти и вообще что-то сделать то есть такую краткую формацию кстати ну по поводу шоу-кау посмотрите улица вся в дыму вот этой стороны жарят с той стороны жарят там тоже вон стоят мангалы и вот здесь жарят он посмотрите посреди что происходит еще бы камера бы запах могла бы передать запах вообще конечно обалденный пахнет чесноком дымком тут же и помойкой помойкой почему-то не пахнет не пахнет не пахнет вот ребята смотрите какой шкварио здесь происходит кстати есть тема мы можем сказать и покататься на мотоцикле по трущобам ну по таким вот тесным улочкам примерно по таким улочкам вот по таким улочкам посмотрите ну в принципе там интересно что происходит покажем обычную жизнь китайцев поснимаем покомментируем что чем они занимаются может попробуем поконтактировать остановимся поболтаем на ломаном китайском поснимаем вот если интересно ставьте лайки пишите в комментариях потому что лайки ставьте если вам интересно это да 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 я неправильно выразился пишите комментарии и тогда мы поймем что действительно вам это интересно мы сядем на мотоцикл возьмем камеру камера позволяет у него очень хорошая стабилизация возьмем микрофончик и поедем пишите этот мангала днем у нету это все выставляется часов 6 иначе разводится угли выкатывается холодильник и начинается жарево-шкварьево подошли такому отделу как его назвать мяски рыбки всякие тут мяски рыбки ну да тут конечно грязновато у них условий никаких нету где не жарят парят непонятно дошли мы ребята до нашего кафе незрачненько и чистенько мне нравится что народу нету вот она находится прямо на углу мы здесь уже не первый раз с катей у них даже столы с катерцами одноразовыми покрыты да кстати мангал такой у него интересны они уже узнают здороваются с нами в общем поснимаем у них чё-нибудь попробуем алло халло кукурузу берем ребят с этим посоветуем что вам брать возьмите обязательно кукурузу такую именно закрытую вот это очень вкусно этот тофу мне кажется сухой вкусно баклажан кстати рекомендую ребята возьмите они очень-то вкусно готовят разрезает добавлять чеснока это тоже рекомендую сушеный кальмар сушеный кальмар так это медили так дальше продолжим ребятам кальмар тоже рекомендую а лучше это очень вкусно горит и у ю руки 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 сессия может взять рыбу попробуем как они готовят а вот это только худшим а по запаху на запах протестируем свежая говорит синда говорит так это ребята свинина с крещами называется пойгу называется пойгу это в общем а окончание ребер ребер именно идет к диодах речевина идет тоже рекомендую очень вкусная штуковина дальше баранина какая-то не актида не будем прям вот смотри какой жир мясо жир мясо видимо чтоб точно было какая-то баранина не очень но можно брать но если получше увидите вы рекомендую курицу не такой не хочу попробую 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 вот это крылышки мы берем ребята обязательно кстати вот вот эта штука очень вкусно да 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 не удивляйтесь эта штука вкусная так сало давай берем вот эту штуку и на столько самошел видео я не смогу это произнести как видео как бы диета курица да 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 так все все что ну пока там упу дальше а ну да ну ребята только для вас только для вас мы только чуть-чуть укусим по разу всего кальмар кальмарчик один сушеный может быть и деньги окей она говорит садитесь пойдемте сядем смотрите какие столы со скатертью также у них имеется и холодильничек с пивом пиво обязательно потому что если вы просите остро то это все дело нужно запивать пивом до буялла это означает не остро кстати смотрите как у них какой способ быстро охлаждение вот такой вот холодильник морозильная камера на них наливая туда воду и ставят на охлаждение блин пиво не очень холодно поэтому одну возьмем пока что так пошла наша рыбка ребята вход так смотрите как они делают кальмар вот этот сушеный кальмар он просто и обжигает всех сторон мелко нарывают нарезают и подают все готово вот это баклажанчик наш готовится вот он маслом мажет у него там в общем баночка это с маслом там какая-то специя там тоже как это специя не будем к нему лезть здесь этот масло с чесноком принесла вот это наше блюдо первое кальмарчик и говорит синтши новая еда означает син новый ши еда так вот этот конечно тарелка улетает я ее наверно сразу же уберу показывай что тут происходит так да в общем подается это вот так вот кальмар вот такой вот сушеный рваный и соус и васаби но как наш друг виктор говорит если хочешь проснуться берешь кальмар берешь кальмар вот так это делать все обязательно чтобы васаби попала на кальмарчик наш берем и просыпаемся поднимаем настроение рот рот лучше не закрывать а то можно обжечь кишки нос нормально я придуриваюсь на самом деле не сильно я захватил сейчас попробую помощнее взять ты не видан загорел я контур такой да сегодня снимал видео центре так смотрите берем побольше васаби давайте побольше возьмем чтобы прям вообще прям забалдеть чтоб прям вот смотрите васаби все берем это дело вот сейчас хорошо пошло очень вкусное блюдо мне вот этот кальмар напоминает не стружку кальмара а именно вот как вот щупальцы такие дорогие вот именно вот такой кальмар как цельный продают вот что-то похожее по вкусу похоже очень потому что он не сладкий а стружка она всегда в основном сладкая кстати стружка сластит вот это ребята очень вкусно с пивом прямо самая радость вот так неинтересно надо именно соус макать здесь вот так вот так вот так вот так принесли шкварочки будем пробовать очень сочно дымком отдающие и сало особо я даже не чувствую прямо приятно кушать специи вот эти китайские мне очень нравится мы попросили не остро и прям вообще даже не интересно я сказал бы это мы попросили прошу раз чуть-чуть остро и обожгли себе все кишки смотри глины шпажки интересным сын как и раз вижу какой-то надписью что это означает интересно сегодня мы ребята забиваем пивом хотелось бы наверное все-таки выпить за вас если бы не вы то не было канала и не было бы этих съемок на самом деле очень интересно я пью за вас да давайте давай бум бум у меня глаза красные да у тебя все лицо красное ой басаби в общем хапну так смотрите нам какую вкуснятина принесли китайцы обычно кидает это на пол но так как мы не китайцы мы это все складываем на стол но у них считается это как правило дурным тоном что ли кидать на пол ой оставлять на столе это считается дурным тоном потому что якобы мусор на столе мусор должен быть умок так и нам принесли скажешь ими 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 ну в общем это это называется кукуруза получается кукурузу и сперва закрытую жарят потом раскрывает и маленько под подкоптят маслецам помажу петциями с маслом помажем горячая горячая очень откладывать вот это остыла смотри курица на пробу я не хочу это хочу вкусно это сладковато поэтому в общем не знаю что за мясо но мне кажется курица курица до грудинки на какую-то маринован она в какой-то красной приправить что нравится мягко очень очень мягкая да курица вкусная курица на дымке с китайская приправа не к а мне вот это на кальмар что это она чем это щупальцы мы когда в россии зиме совершен тофу это топу это я умею говорить мы когда в росте и жили мы думали кальмара съедобная только тушка что щупальца не едят все редко до встречается я вообще не знал пока он видели пока не приехал китае я даже и не знал что у кальмара щупальца есть куда вот так вот магазинах и насмотрелся вот этой тушки они продаются и все еще пальцы плата уходят да видимо на импорт да или куда муж китай до есть щупальца дороже чем тушка да щупальца дороже в общем это вкусно очень кальмарчик так ребята пробуем давайте тофу попробуем тофу на самом деле очень сложно определить на что он похож потому что все таки приправа все сбивает вообще тофу разобраться он без вкуса без вкусно на что он похож как бы на правильное определение на хлеб на такое на корку засушенного хлеба что ли нам нам намазанным маслом и приправы знакомым приправы дымком это все обдата мне нравится тофу вообще обожаю а я не да кстати ребята смотрите время сколько как смыть один из часов абсолютно полдвенадцатого третий какие маленькие дети не спят еще и этот китай считается нормально он кал потерял по вкусу похоже на кукурузу кукуруза включение как будто бы и варили дымком отдают и приправа китайский не жестко рекомендую кукурузу здесь и даже до круглого до до ребяток кукуруза на юге китая круглый год офигеть на каточке помните а постригли на каточке они постигают вот это как семечки вот просто если вот есть не охота охота посетить пиво попить или там что-то просто вот берете вот это и и как семечки сидеть это все грузете папку будешь не всегда мажутся маслицем вон нашими и готовится только одна где вторая непонятно рыбка наша в общем они вот здесь жарят у них тут ассистент вот это девушка она подается но здесь все подсчитывает у нее разные тут баночки приправочки потом она нам подает вот и мидии на столе принесли наши мидии все это дело жарится в этой раковине посмотреть одна половинка убирается и в одной жарится сверху добавляется чеснок лук и масло он вообще прям огонь красиво выглядит все себе этот вид уличной еды он абсолютно для всех мы иногда были немного шокированы на таких презентабельных автомобилях подъезжали люди садились на улице за такие столики на пластмассовые стулья до кушать барбекю за нас достаточно необычно надо ее так вот прям попробую она прицепилась в ножка посреди торчитал на среде и это все дело сочно чесночком отдающая лучок очень мягкий я больше добавить не могу с чесноком чесноком да но вкусно очень такое прям мягко так но сначала мы ее отделяем от раковины баклажанчик нас пришел мне как-то отдельно даже было а нет вот она цепила и вы чеснока не не жалею на везде добавляют очень много да очень много прям все перебивают на прям балдежно мягкая для тех кто любит морепродукты это вообще очень идеальная еда маленько жестковато все-таки из-за того что вот эти хрящей но очень вкусно попробуем рыбку мы такую рыбку уже пробовали в другом кафе нам понравилось давайте здесь ее попробуем похоже на камбулу да как будто бы вкусная рыба она прям прожаренная по вкусу на какую рыбу похоже на карася что ли и костей мало кости вот такие большие на окуня на окуня или на карася на что-то такое похоже на окуня похоже мне кажется да на окуня маленько похоже здесь действительно и мало костей смотрите как она отделяется очень вкусно и очень жирно кстати очень много масла но потому что сам по себе баклажан сухой да он уже сухой по прям сочно ну это сочность все-таки она мне кажется такая маслянистая но очень вкусная рекомендую все равно попробуйте а это вот куриные крылья остывает грустит корочка как он это жарит вообще не понимаю но зажаристая корочка такая получается внутри так сочно а сверху так это наверно то что маслом мажет кое-что может быть прям все даже вот это вот пайгу все это такое вкусное так что это будете у нас это на калме пикалами запомните шау кау называется смотрите ребята упаковывать тарелочки в пакетике потом получается вот такие тарелочки на них еду кладут мы очень много не съели мы много набрали ибо ашу 125 ребята вышла приходите грит еще эта кухня очень недорогая на двоих пределах 100 юаней вполне хватает то есть попить пиво и что-нибудь покушать сегодня мы набрали очень много еды но вы сами видели там две корзинки пластиковые было и мы очень много не доели все ребята на этом выпуск заканчивается на впереди еще много выпусков про уличную еду в том числе поэтому не забудьте подписаться на канал поставить лайк этому видео поддержите нас всем пока пока пока